Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Я желаю вам хорошего конца старого года и также благословляю ваш новый год жизни. Пусть Бог благословит. Войдите вместе с Господом, чтобы с Господом провести вам весь этот год и не бояться ничего, а только радоваться и восхищаться Божьей славе, Божьей силе. Будьте всегда с Господом. Будьте сильны в Господе. Это так важно – соединяться с Богом. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Знания о небесах». Многие люди ничего не знают о небесах, либо знают очень мало, либо знают что-то неправильно. Но правильные знания о небесах дают нам радость, они вдохновляют нас, они дают нам новое стремление, новый смысл жизни. Верующий человек живет на земле всего несколько десятков лет. Все остальное время верующий призван, а то есть это все вечность, он призван жить на небесах. Это вечная жизнь. Поэтому мы всегда отдаем приоритет большему, более важному. Мы ценим эту жизнь, которую Господь подарил нам в теле – земная жизнь. Потому что не имея этой земной жизни, мы не могли бы иметь вечную жизнь, мы не могли бы встретиться с Иисусом Христом. Поэтому мы ценим то время, которое нам уделено на земле. Верующие мало знают о небесах. Они приняли Иисуса Христа многие, но живут все равно земной жизнью. Их мысли, их разговоры, они очень редко касаются небес. И это показывает о том, что там есть пробел, там есть как бы нехватка знаний. Как ни странно, но многие туда не спешат. Да и вообще для них земля роднее, а небо не является приоритетом. Для них важна эта земля. Почему? Потому что они видят, они трогают, они знают, они испытали. Может быть, у них все налаживается теперь в жизни. И они улучшают жизнь на земле, качество жизни. И теперь, если приходит еще другая жизнь какая-то, она мешает им исполнение их желаний. Но если бы у верующих были бы знания о небесах, то приоритеты поменялись бы. Они поменялись бы. И вы знаете, когда у нас правильные приоритеты, тогда у нас и правильная жизнь. Многие люди говорят, я не могу ходить в церковь, потому что у меня работа. Я не могу ходить в церковь, потому что это далеко. Я не могу ходить в церковь, потому что это вот это и вот то. Знаете, как в притче, где господин позвал людей на пир. И они извинялись. Они говорили, мы не можем прийти к тебе на пир. А почему? А какая причина? А у меня есть пять пар валов, я иду испытать их. А другой говорит, тоже, как будто сговорившись. А я поле купил, я хочу посмотреть, как выглядит это поле, я хочу помечтать. А другой говорит, а ты почему не можешь? А я женился. И вы знаете, люди выбрали сознательно жить другой жизнью. Они для себя определили приоритеты временные. Поле временное, валы временные, жена тоже, к сожалению, временная. Может, это самый дорогой, любимый человек, но временный. И это все неплохо. И Господь дает нам землю в удел, и валов нам дает Господь, и любимого человека нам дает Господь. Но задумайтесь в этой притче. Господь позвал тебя в свою радость. А почему бы тебе вместе с женой не прийти? А почему бы тебе не оставить валов и прийти, а потом доделать там с валами какие-то дела? Испытать их силу? Или посмотреть поле потом? Но сейчас Господь, сейчас Господь, приоритет Господь, приоритет небесная. Когда же до нас, детей Божьих, дойдет, что Господь, это самое важное в нашей жизни, это и есть главный приоритет. Многие люди сегодня страдают от происходящего вокруг. Почему? Потому что внешние факторы для них более реальны, чем Слово Божие, чем духовные, внутренние факторы. Царство Божие. Почему Иисус сказал, ищите же Царство Божие. Если бы оно было на земле, если бы оно валялось на поверхности, то Иисус бы не говорил, ищите. Он бы сказал, ну вот, идите, берите как бы. Нет, Он сказал, ищите. То есть, это где-то сокрыто. И вот оттуда-то как раз-таки и приходит радость. Когда человек откопал на поле, он трудился, он откопал изнутри поля, достал сокровища. Он понял, какой он богатый теперь, пошел все, что имел, продал и купил то поле ради того сокровища. Вот оно, Царство Божие. Когда мы находим Царство Божие, законы духовные начинают работать в нашей жизни. И они сильнее законов физических, многих физических законов. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание Римлян говорит об этом. Можно жить и руководствоваться одним правилом, братья и сестры. Одним правилом, принципом. Я проживу на земле ровно столько, сколько Господь мне назначил. Я не проживу ни минутой больше, ни минутой меньше. Так зачем же мне стрессовать? Зачем же мне переживать? Зачем же мне упускать самое драгоценное? Поймите, что мечтать о небесах, это никак не вредит нашей жизни. Это, наоборот, улучшает ее качество. Мы, живя на земле, уже живем в предвкушении вечной жизни. И когда ты находишься в таком состоянии, то тебе легко такое состояние передавать окружающим. Тебе легко передавать живого Иисуса Христа другим. Тебе легко говорить о живом Иисусе Христе окружающим. Но если ты сам не веришь в небеса, если ты сам не стремишься туда, интересно, о каком Иисусе ты рассказываешь? Если для тебя жизнь в теле, жизнь земная, приоритет, а духовная жизнь, жизнь за Христом, она на третьем плане, то ты не являешься живым христианином. У тебя нету этой радости. Да, возможно, ты Адам, созданный Богом, но в котором еще нету духа. Ведь Бог, когда создал человека, он не шевелился даже. Он не дышал, он не смотрел, но он был создан Богом. Но с того момента, когда Бог вдохнул в него дыхание жизни, представляете, Бог свои легкие напряг. И вдунул в него дыхание жизни. Себя, частицу себя. Вот тогда человек стал жить. Вот когда мы приобретаем истинный смысл жизни. Когда в нас, в нас, внутри действует Дух Божий. Вот когда мы на самом деле рождаемся свыше. Вот когда мы становимся детьми Божьими. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Суть Сына Божьего. Смысл, другими словами, это быть ведомым Святым Духом. Филиппийцам 1, 21 говорится. Ибо для меня жизнь, Христос, и смерть, приобретение. Представляете? Для нас будет смерть приобретением, а не потерей. Только в том случае, если Христос был нашей жизнью. Если наша жизнь, она была вокруг Христа, она крутилась вокруг Христа и являлась самой главной целью. Христос был целью нашей жизни. Так же, как в жизни человека, когда появляется ребенок, ребенок становится, это вся теперь жизнь родителей, крутится вокруг детей. Вот что значит для меня жизнь Христос. Это когда ты теперь живешь уже не для себя, живешь для ребенка, для младенца, который полностью в тебе нуждается. Так же и означает жизнь для Христа. Ибо для меня жизнь Христос, Он есть цель моей жизни. Многие верующие привыкли только получать. Они привыкли только брать. И брать самое лучшее. Но когда дело доходит до того, чтобы давать, они здесь не научены. У них здесь проблема. Но вы поверьте, что блаженным можно стать только в одном случае. Как Иисус говорил, блажение давать, нежели принимать. Блажение давать. Почему? Потому что в тот момент, когда ты даешь, ты напоминаешь Богу, Его самого. Потому что Он дает всему жизнь. Вы поймите, что звери никому ничего давать не могут. Это можно сделать только сознательно, сделать может человек осознанно заботиться о ком-то. И вот когда Бог видит такого человека, который дает, жертвует, благословляет через свою жизнь, пропускает Божьи благословения дальше, а не удерживает их у себя, такому человеку еще дается. Вот почему он блажен. Потому что дающий получает еще и еще и еще. Потому что он, Бог увидел, это канал, через который могут течь Его благословения. Многим Бог дал благословения, но они остановились на том человеке, которым Бог дал. Смерть для апостола Павла не являлась потерей, не являлась чем-то ужасным. Он говорил, что для меня жизнь, это Христос, они уже на небеса начались на земле. А смерть, это то, чего боятся все люди. Для меня это приобретение Христа и жизни вечной. То есть, для Павла смерть, это было попадание в рай. Это не было чем-то ужасным. Он не переживал, и он не напрягался от этого. Он, наоборот, радовался. До определенного момента апостол Павел не только так не жил, он даже не знал этого. Поверьте, что этот человек был очень жестоким, и он многих христиан арестовывал до определенного момента жизни апостола Павла. То есть, мы знаем, Саввел из Тарса. Он был жестоким человеком. Он был очень целеустремленным человеком. Его цель была очищать от сектантов свою страну, свой народ, и не позволять этой заразе распространяться. Но когда вдруг, на пути однажды, Иисус встретил Саввла, и он сказал ему, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Написано, что от яркого света Саввл слетел с коня. Он слетел с коня и лежал на земле. Я думаю, что ему больно было очень. И в таком состоянии он задал вопрос, кто ты, Господи? Он думал, что он знает Бога, а он его не знал вообще. И когда Иисус говорил ему с небес, он слышал этот голос, он слышал, он видел яркий свет. Он сказал, Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против войска вооруженного. И тогда апостол Павел понял, какую ошибку он допустил в своей жизни. Как много раз он ошибался. Он неправ был. И он сразу, сразу всю свою жизнь подчиняет Христу и говорит, что ты повелишь мне делать? Этими словами Павел всю свою жизнь посвятил Иисусу. Он сказал, что ты повелишь мне делать? То есть, он как будто бы в рабство себя продал. Как будто бы отдал себя навсегда. И Иисусу Христу посвятил. И Иисус сказал, Иди, и тебе будет сказано, что делать. Тем самым Иисус показал, что он принимает его и не осуждает больше. С того момента жизнь апостола Павла, то есть жизнь Савла, она настолько изменилась. Пришли знания. Оказывается, он понял, что Иисус, это не просто секта. И верующие, которые собираются во имя Иисуса, это не просто секта. Это счастливые люди. Это люди, которые имеют живого Бога на небесах. Которые пойдут в рай. И он стал больше и больше и больше узнавать. И оттого, он даже говорил, я имею желание разрешиться и быть со Христом. То есть, он говорит, я имею желание закончить, чтобы моя жизнь закончилась, чтобы и пойти к Господу. Чтобы Господь прервал мою жизнь и забрал меня на небеса. И только он одну нашел причину остаться на земле. Но он сказал, оставаться воплоти нужнее для вас. Потому что о вас еще надо заботиться. Вас нужно воспитывать. Вас нужно учить Слову Божьему. Но он говорил, мое желание, уже большая часть меня уже на небесах. Оно уже заочно там. То, что я на земле, я готовлю уже последних своих учеников. Я готовлю Божьих людей, чтобы передать христианство дальше. Но я уже ухожу на небеса. И от этого он еще больше радовался. Верующим, конечно, было грустно. Они плакали, они прощались с ним. Они говорили, мы больше тебя не увидим. И он сказал, что вы больше меня не увидите. И они плакали, провожали его. Но внутри он так сильно радовался. Послушай, Павел, чему ты радуешься? Если ты знаешь, чувствуешь, и Бог тебе сказал, что ты скоро умрешь, то есть ты перейдешь на небеса, чему ты радуешься? Он говорит, я радуюсь, что я буду со Христом, я буду на небесах. И знаете, многих людей, даже верующих, напрягают небеса. Они не хотят об этом говорить. Они говорят, Бог дал мне земную жизнь. И я должен здесь жить. Да, но как ты живешь? Ты же живешь эту земную жизнь без Него. Тогда ты говоришь в таком случае, что небесная жизнь подождет. Туда я еще всегда успею. Да нет, ты можешь туда и не попасть вообще. Потому что ты земную жизнь не подчинил. Ты не знаешь, ты не готовишься. А насколько это важно иметь не просто знание, а быть готовым, быть готовым к небесам. Что произошло с апостолом Павлом? Что с ним произошло? У него произошла встреча. И он получил знание. Знаете, в нашей жизни, в жизни христианина, очень главную роль имеют это вопросы. Если христианин, живя, не задает никаких вопросов, если у него нет никаких вопросов, он не задает их Богу, то это говорит о том, что он вообще не развивается. Он никуда не стремится. И с многоверующих, которые, знаете, приехали, ощущение такое, что они все знают. На самом деле, они ничего не знают, как Библия говорит, как должно знать. То есть, мы, нам необходимо знание не просто из книги узнавать, хотя нам Слово Божие дано и открывает нам о Боге, но самого Бога ты слышишь, когда ты лично с Ним общаешься, через молитву, через общение, через задаваемые вопросы, когда ты получаешь ответы, а Бог находит разные варианты, как Он тебе ответит. У него нет определенного. То, знаете, человек получает радость. Когда человек задал вопрос и от Бога получает ответ, он получает радость. Итак, апостол Павел встретился с живым Христом. Вот после чего его жизнь изменилась. Вот после чего он понял, что, куда он идет, куда он стремится. Когда он стал общаться с Иисусом дальше, в посланиях написано, в посланиях Галатах, что он все получил, все знания, через откровение Иисуса Христа. Он общался с Ним. Поверьте, у него не было Нового Завета у апостола Павла. У него была то, которая. И, однако, он столько много мог узнать, откуда. Потому что он лично общался с Иисусом. Лично общался с Иисусом. И вот, знаете, знания о небесах делают нас свободными. Мы можем прожить еще долгую жизнь на земле, и мы рады прожить ее долгую жизнь. Но мы уже знаем о небесах. нам не страшна смерть, нам не страшен переход, нам страшно только одно – жить без Бога. Все. А, знаете, потерять страх Божий, это и весь наш главный страх. Начать грешить, начать беспредельствовать в жизни. А остального страха у нас нету в жизни. Почему? Потому что мы понимаем, в кого мы верим, мы понимаем, кому мы посвятили свою жизнь, мы понимаем, что на небесах. Если бы вы знали, как прекрасно на небесах, какое прекрасно это место, это не просто какое-то затуманенное место. Вы на машине попали в туман, не знаете, куда ехать. Просто розовый туман. Нет. Это реально место. Можно трогать, можно ощущать, говорить можно, можно петь. То есть, там жизнь кипит. Там не остановлена на жизнь. То есть, есть верующие, которые ничего не знают о небесах. Есть, которые знают мало. Есть, которые знают неправильные представления о небесах. И вот, больше всего верующих пугают неправильные представления о небесах. То есть, здесь у них на земле хорошо, им теперь предлагают небеса, они говорят, да нет, да что ты, я туда всегда успею. Послушай, ты бы так никогда не говорил, если бы у тебя были знания. То есть, я к чему подвожу итог? Чтобы мы стремились узнавать о том, куда мы спешим, куда мы идем. Филиппийцам 3 глава 21 стих говорит, 20 стих, Филиппийцам 3, 20. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? То есть, многие как бы думают, о, мы ожидаем Господа, Он придет к нам. Да нет, Он придет к нам, чтобы нас забрать. Это будет секунда, что Он здесь побудет, и то Он не остановится на земле, и не наступит даже ногой на нее. Апостол Павел говорит, наше жительство на небесах. Иисус придет, чтобы нас забрать, потому что Он есть дверь. Он есть дверь на небеса. С Ним только мы можем попасть туда. и здесь написано, что откуда мы ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа? Мы ожидаем. И вот это ожидание, понимаете, больше и больше позволяет нам узнавать о небесах. И мы ожидаем Иисуса Христа, Господа нашего, чтобы Он пришел. И вот это коротенькое мгновение, вот это счастье, когда мы дождались, чтобы Он мог нас забрать и поднять на небеса. Он не придет, чтобы с нами здесь разделять нашу земную жизнь и улучшать качество ее. Он придет, чтобы нас забрать домой, к себе. Почему домой? Потому что здесь сказано, наше же жительство, наша прописка, наше жительство на небесах. когда до верующего человека дойдет, что земля это временное место. Я еще раз и еще раз говорю, когда мы живем правилом, что мы проживем на земле ровно столько, сколько отмерил нам Господь. Да как бы я туда не хотел, ну не возьмут меня раньше времени. Но плюс того, что я хочу на небеса, я стремлюсь туда, это в том, что вся моя жизнь подчиняется уже Господу. Я переживаю жизнь, я переживаю Иисуса Христа и в моей жизни Иисус становится живым. И когда я могу рассказывать о Господе, Он может быть живым из моих историй, из моих уст, из моего послания. Но если я знаю, что когда-то меня ждут небеса, когда-то я умру, когда-то я буду с Богом, то в тот момент, когда вы будете говорить человеку о Боге, это будет мертвым. Вы не сами не переживаете небес, вы не переживаете радость от Иисуса Христа, вы даже не считаете, что ваше жительство там, вы считаете, что ваше жительство вот здесь, тогда эффекта не будет, у вас радости не будет, и на вас будут иметь влияние обстоятельства вокруг, все, что происходит, все печальные новости будут атаковать вас, чтобы вы были под защитой от всего этого, вам необходимо размышлять о небесах, как апостол Павел пишет Колоссянам, что если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, а не о земном, о горнем, то есть о небесном, помышляйте, помышляйте, размышляйте, задавайте вопросы, вы поймите, что вопросов куча, когда мы сталкиваемся с этой сферой, у нас очень много появляется вопросов, и это очень хорошо, потому что вот на эти вопросы приходят ответы от самого Господа, только не позволяйте, чтобы вам нарисовали какие-то странные небеса, странные человеческие небеса, апостол Павел, очень много, он стремился туда, знаете, почему, он был там на экскурсии, он не только встретился с Богом, он был у Бога дома, и он говорит, я был восхищен на небеса, в рай, представляете, после этого, знаете, у него сколько знаний было, у него не то, что были знания, у него были познания небес, как я говорил, что чем знания отличаются от познаний, знания, вот когда ты держишь апельсин, или лежит апельсин, ты смотришь на него, ты видишь, а он в пупырышках, дырочках, он оранжевый, но ты не знаешь, какой он на вкус, ты не трогал его, ты не видел, что внутри, но вот это знание, когда ты видишь апельсин, но когда ты берешь, разрезаешь и откусываешь апельсин, вот это познание апельсина, вот так же и небеса, мы можем слышать, я для чего сейчас говорю, для того, чтобы наша жизнь стала лучше, для того, чтобы мы мечтали о небесах, чтобы мы туда вкладывали свое время, знаете, в развитие, в духовное, потому что апостол Павел говорил, что каковы мысли человека в душе его, то есть, слово Божие, в притче говорят, таков и он, то есть, если я не думаю о небесах, я думаю о небесах, о земле, я думаю, как здесь плохо, как мне спрятаться, куда мне бежать, как мне потом жить дальше, вы понимаете, это неправильно, это будет приносить меня печаль, но если я думаю о небесах, как там будет прекрасно, как там будет чудесно, то я живу уже свободной жизнью, я себя освободил от бремени, я отпустил все тяжелое в моей жизни, все ненужное, все старое, и в Новый год перехожу с радостью, что там меня уже ждет Иисус Христос, на том берегу, в том Новом году еще, он еще Новый год, он еще там, там ждет меня Иисус Христос, и с Ним я за руку пойду дальше, но истина также говорит, что и в Старом году со мной Иисус Христос, то есть Он каждый день со мной, мне не надо переживать, задайся целью узнавать о небесах все больше и больше, каждый день проси Святого Духа, чтобы Он тебе открывал, кто такой Господь, ты не можешь знать, Иисус сказал, за кого люди почитают меня, Он спросил, и вы знаете, у людей всегда есть какое-то мнение, они говорят, наверное, Елия, а может быть и не Елия, а может быть и Иоанн, но ты уверен, может это все-таки Иоанн, не знаю, может быть и Елия, и понимаете, вот люди наверняка не знали, но Петр сказал, ты Христос, сын Бога живого, и смотрите, что Иисус ему ответил, Он сказал, тебе не плоти кровь открыли это, но Отец, представляете, то есть детям Божьим Отец открывает духовные знания, и Иисус прям в ладоши хлопал, Он так радовался и говорил, что Отец, Отец тебе это открыл, как Он был рад, что нашлись люди, которым духовные истины Бог может открывать, давайте мы с вами будем этими людьми, давайте будем теми людьми, кому Бог может открывать сверхъестественные знания, особенно о небесах, куда мы идем, послушайте, мы туда переезжаем, я видел, когда люди переезжают в квартиру, которую ты готовишь им, они приходят, они смотрят, они планируют, они уже в предвкушении, они планируют, как они будут переезжать, как они начнут здесь новую жизнь, так и вы, апостол Павел заранее сходил на небеса, посмотрел, как прекрасно, и вот после этого вся его жизнь кардинально изменилась, послушайте, изучайте место жительства свое, небесное, Библия говорит, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, все страхи и сомнения развеиваются, когда ты общаешься с Иисусом, потому что Он Царь этих небес, Он их сделал, Он их построил, Он их создал, и уходя с земли, Он говорит, я иду, они говорят, куда же ты идешь, как ты нас бросаешь, Он говорит, я иду приготовить вам место, вы представляете, представьте, Он готовит для нас жилище, жилище, чем больше мы будем задавать вопросы о небесном, о духовном, о вечном, тем больше радости будет в нашем сердце, тем больше свободы будет в нашем сердце, переживания уйдут, страхи уйдут, сомнения уйдут, я вам скажу больше, люди придут, и люди, люди начнут смотреть на тебя и говорить, и верить тебе, что ты действительно веришь в то, что ты говоришь, чтобы не оказалось такого, что люди, приходите к Иисусу, Иисус вас любит, а ты сам не любишь Иисуса, и ты сам не мечтаешь о небесах, но людям говоришь об Иисусе, нет, полюби Его, задавай вопросы, послушайте, развивающийся верующий, верующий, который духовно растет, всегда отличается тем, что у него есть вопросы, у него есть сложные вопросы, у него есть менее сложные, простые какие-то вопросы, но у него они всегда есть, когда задаешь вопрос, у вас есть вопросы, нет вопросов, то очень странно, в учеников Иисуса всегда были вопросы, Апостол Павел не просто был на небесах, он был в раю, он был дома у Бога, и после этого появился настоящий смысл и цель в его жизни, это лично Иисус Христос, хозяин небес, братья и сестры, я вам желаю в этом новом году, в новом году, инвестировать свою жизнь в Бога, в небесное, в духовное, заняться поиском, заняться саморазвитием, искать, это не когда тебе, за тобой бегают и тебе говорят знания, а когда ты сам бегаешь за Богом, преследуешь Бога по одной причине, я хочу знать больше, я хочу знать больше, и знаете, когда Иисус с тобой разговаривает, в каком бы ты состоянии ни оказался перед Ним, Он снимает с тебя бремя. Первое, что, когда Иисус начинает с тобой говорить, Он первое говорит, не бойся, потому что Он знает, чем этот мир движен, страхами, страхами будущего, страхом смерти, и когда вдруг, по какой-то, знаете, по чудесным каком-то обстоятельствам, человек начинает искать Бога, и Иисус начинает отвечать ему, первое, с него снимается бремя. Бремя, это какая-то тяжесть, которую он нес по жизни, даже будучи верующим, он не был счастливым, даже будучи верующим, он не был удовлетворенным этой жизнью. Мы никогда не будем удовлетворены, послушайте, религией. Мы можем получить удовольствие и наслаждение от общения с Богом, только, когда мы общаемся с Ним, только от общения с Иисусом, когда Он и вы будете обмениваться сердцами. Он тебе свое сердце открывает, а ты ему свое сердце изливаешь. И не забывайте, что Господу не только надо исповедоваться во грехах, не только это, многие верующие тоже делают ошибку, они просто исповедуются, как они плохо жили, неправильно. Да, это правильно, это нужно очиститься, опустошиться. Следующий этап, как в молитве «Отче наш», досвятится твое имя, начинается хвала. Вот это верующие упускают. Верующие хотят наполниться, быть Богом, они как бы берут из Бога хорошее настроение, хорошее переживание, но я вам скажу, прежде этого нам нужно отдать не только наши грехи, нам нужно отдать почитание Богу, восхвалять, досвятится твое имя, это хвала и поклонение. Когда вы поклоняетесь Богу, Бог начинает с вами общение и происходит взаимообмен. Вы отдаете Ему Его хвалу, свое, то, что у вас есть, Он отдает вам свое. И вот в этот момент вы становитесь самым счастливым верующим, самым счастливым человеком. и вы себя ни с кем не сравниваете. О, я более счастлив, чем эта сестра или брат. Вы сравниваете себя прежнего и себя настоящего. Вы понимаете, насколько вы теперь счастлив? Почему? Бог со мной стал говорить. Будьте благословены. Аминь. Аминь.